Наш золотой город, как всегда, с неослабевающим интересом, пытается исследовать тему мастерства, умений культуры. Но сегодня наш короткий сюжет строится не на обычном материале. Мы всегда говорили с людьми, занимавшимися мастерством изнутри, так сказать, своей культуры. Это были люди, родившиеся и живущие здесь, в Азбекистане. Говорят они об узбекской культуре с позиции людей, относящихся к ней как к родной, можно сказать, врожденной. А сегодня мы хотим вас познакомить с позицией человека, который решил погрузиться совсем в другой по отношению к нему мир. Мы решили исследовать причины, которые побудили человека пытаться овладеть другой культурой. И в кадре сейчас не случайно пластика узбекского танца. Потому что мы задаем вопросы Кате Хелебран, приехавшей к нам и в Швейцарии, для изучения мастерства узбекского классического танца. Катя, как вам, Катерина, как вам пребывание в Узбекистане, каковы ваши впечатления для вашего государства? Катя Хелебран, это трудно говорить, потому что я здесь три лет жила, я уже шесть лет назад здесь была, и я уже привыкла здесь. Поэтому, если я сейчас туристка была, мне очень легко сказать, а в Узбекистом там очень красивая мечет есть, очень красивый старый город есть, красивая музыка, культура есть. Ну, сейчас вы меня спрашиваете, когда я уже три лет здесь жила, и это у меня трудно. Конечно, здесь люди хорошие. Вы ставили узбечки здесь, если могли. Вот я так спрашиваю, вы узбечки здесь? Нет. Да, да. Узбекист? Нет, я все равно швейцарка, но я уже привык, что у меня базар, я у меня базар каю. Мне нормально, что там жить. Для туристов новые экзотики, может быть, или что. Я уже привык, потому что я знаю, вот эти фрукты есть, там априкат есть, там кавун есть, там сухие фрукты есть. И, конечно, мне понравится, погода здесь очень хорошо, там много людей очень гостеприимные и угощает людей. Да, да. И, конечно, и тяга человека к путешествию, в другие, неведомые и от этого представляющиеся фантастическими миры. Миры, где есть альтернатива способам восприятия жизни, бытия, свободных от привычных врожденных стереотипов. Вопросы эти остаются исследователям, антропологам и культурологам. А нам остается удивляться и поражаться этому феномену, когда человек, стремясь познать другую культуру, как бы отрождествляется с ней на уровне интуиции. В случае с Катей можно говорить на уровне телесного восприятия. Послушайте ее узбекский язык, который, как она говорит, не учила специально, а просто восприняла, погрузившись в среду. И вы поверите, что язык можно воспринимать буквально через тело. Но, если я пришел, когда я пришел, если бы я пришел, то я пришел, то я пришел. Например, если бы я пришел, то я пришел, то у меня на них не было. Вот и есть имя безобразие. В Европе, в Европе, в Европе Сейчас, что они наверно, вы как бы себеまぁ. Я очень люблю. Я очень люблю швейцарские. Я очень люблю швейцарские. Я люблю швейцарские. Спасибо. Есть в этой швейцарской девушке что-то загадочное и манящее для нас, живущих здесь и уже привыкших к местному образу жизни, к здешнему быту. И кажется, что это северное дело владеет некой тайной способностью духа объимать необъятное, перерастать национальные и идеологические границы. Мистики, верящие в реинкарнацию и перерождение, сказали бы в этом случае, что Катя прошлой жизни жила здесь, на этой земле, а в настоящей жизни в ней просто срабатывает тяготение к прошлой жизни. Здорово было бы, если бы все люди могли помнить все свои прошлые существования в других культурах, в телах других рас. Это, наверное, сделало бы и более открытыми для взаимодействия и просто более способными к любви друг к другу. Катерина, Ваш интерес, откуда такой интерес к детскому танцу? Да. Когда я была маленькой девушкой, уже мне понравилась узвекская музыка, среднеазиатская музыка и танцы. У моего дядя были пластинки, все мирные фольклорные пластинки, и мне понравились эти среднеазиатские и восточные пластинки в музыке. Потом в Швейцарии тоже был советский клуб, и они сделали каждый день, каждый год один или два концерта, приглашили ансамбли, фольклорные ансамбли и танцевальные ансамбли. Это старый Советский Союз. Да. И мне понравились эти среднеазиатские ансамбли. Когда я была маленькая девушка, я уже думала, что я хочу вот такие танцевские будут, вот такие ансамбли. Да. И потом, когда я была 16 лет, я в маленькой туристической группе туда пришла, в Алматы, в Фрунзе, и в Узбекистане, и в Средней Азии. И когда я была в Ташкент, мы попали, я в хореографическое училище просила, и здесь просила, если возможно есть, я здесь осталась и училась здесь. Я не сказала, да, там надо вот такие контракты сделать. Ну, хорошо я сделала, и туда пришла учиться. Те положительные изменения, произошедшие в нашем государстве, независимость, открытость для сотрудничества и дружбы всему миру создали благоприятную ситуацию для развития просто человеческих связей и обмена с другими государствами, знаниями и культурой. Благодаря этому в Узбекистан могут приезжать люди, интересующиеся нашей культурой, и впоследствии такие люди, как Катерина Хелебрандт, будут представителями нашей узбекской культуры в других странах, что позволит Узбекистану быть известным во всем мире не только как экономически развитая страна, но и как древняя своеобразная культура, сохраняющая свое наследие и готовая делиться своими культурными и историческими ценностями со всем миром.